Мы продолжаем с помощью Всевышнего переводы комментариев книги Ницей Габриэль по законам Йихуда. Мы уже в Изра-Та-Шем скоро подходим к концу этой книги. Как я говорил, часть книги будет посвящена не только законам Йихуда, но и законам Цни-У. Там разные отношения между мужчинами и женщинами, финнух и так далее. Вот уже мы подходим близко к этой части в Изра-Та-Шем. Урок посвящается Ле-Ле-Фош-Емара, Сла-Хаби-Холе-Нимша и Саба-Цоня. Мы дошли до 49-й главы. Он пишет, что родители должны обучать детей, конечно, в отношении этого закона, как и любого другого закона. То есть понятно, что детей мы обучаем, когда они достаточно большие, чтобы знать, как соблюдать какие-то законы. Просто здесь, мы уже говорили, есть некоторая кула, некоторая мягкость, которая совершенно не очевидна почему. Почему? Что если и мальчик, и девочка оба еще не взрослые, то тогда Йихуд не запрещен почему-то. Казалось бы, должен быть как Хинух запрещен. Мальчик, допустим, 10-летний, с девочкой, допустим, тоже 10-11-летний, 9-летний. Казалось бы, должен быть такой Йихуд запрещен, как любой Хинух. Но, тем не менее, почему-то Йихуд не запрещен, пока не будет один из них взрослый. Но, по крайней мере, на этом уровне хотя бы нужно, значит, обучать детей. То есть учить мальчика больше 9 лет, не быть в Йихуде с какой-то женщиной взрослой, больше 12 лет девочкой. И также девочке, когда исполняется 3 года, то есть получается в любом возрасте, она не должна быть в Йихуде с мужчиной взрослым больше 13 лет. Взрослым плохо, а лохер. И получается, что тем более, значит, нужно их учить, чтобы они с неевреем не были в Йихуде. Тут, кстати, многие из этих законов, они не только вопрос, а чисто быть Йоц, так сказать, выполнить заповедь чисто по букве закона. Это как раз один из законов, который реально спасает людей от всевозможных проблем, потому что мы знаем, что очень большой процент детей именно используют взрослые люди. Абьюз называется по-английски. Я так и не нашел хорошего эквивалента по-русски, как слово это перевести. Слово абьюз. Или молестинг, например. Молестинг – это более четкое слово по-английски, которое означает обычно именно сексуальные связи с детьми. А абьюз – это как бы общее слово. Оно может означать не только сексуальное, но что-то еще. Например, человек абьюз, когда тоже называется абьюз. Если человек обзывает все время, это тоже абьюз. Часто дети в школе друг друга обзывают, ведут себя неподобающе друг с другом. Это виды абьюз. Абьюз бывает не только сексуальный. В любом случае, чтобы спасти ребенка от молестейшн, от сексуал абьюз, нужно, соответственно, учить их не попадать никогда в ехуд. И это очень, соответственно, важно. Но так как, как мы уже учили на предыдущем уроке, в самом конце, ехуд между мужчинами не запрещен. И тем не менее, абьюз бывает и такого типа. К сожалению, среди нас есть и мужчины, которые используют мальчиков. То, соответственно, нужно обучать не только законам ехуда, но вообще обучать наших детей. Я уже говорил это не раз. Сейчас многие раввины занялись этим очень серьезно, постоянно об этом напоминать. Чтобы мы обучали наших детей о том, какие виды касания могут быть неприличными, неправильными. Чтобы дети сравнительно рано знали, что именно, когда можно отказать взрослому. И нужно отказать взрослому. Что то, что говорит, что это взрослый человек, который выглядит религиозным. Это совершенно не значит, что нужно это делать. Наши дети обычно очень уважают взрослых. И не понимают даже, что происходит. У нас дети вырастают часто очень изолированно. Они даже не понимают, что именно этот взрослый с ними сделал. Вот, поэтому нужно их научить, что вас не могут касаться. Вы, да, если что-то увидите неприличное или неправильное, вы должны всегда сообщать маме и папе. Дети должны знать, что они всегда должны доверять родителям. Все должно... Не должно быть секретов от родителей. Если вам дяденька говорит, что это будет наш секрет между мной и тобой, то такого не должно быть. Все должны сообщать родителям. В общем, есть специальный, вот, самый рекомендуемый веб-сайт, на мой взгляд, на этот счет, это раба Якова Хоровица. Если вы напишите в интернете, Яков Хоровиц или Раба Хоровиц, он так и называется в сайте, рабаихоровиц.ком, кажется. Вот, и там очень подробно он все обсуждает. Он сам очень харидишный еврей, он не модернный еврей, он принадлежит, кажется, к гурским хасидам. Но, во всем случае, он достаточно религиозный, по всем мнениям, и следует к долым харидимным. И, тем не менее, он полностью, значит, одобряет обучение сегодня детей. Так как мы в такой ситуации, у нас, как бы, вся ситуация бедевит. Было бы хорошо, если бы с детьми можно было бы на эти темы вообще не разговаривать. Но, к сожалению, мир не такой идеальный, да, чтобы можно было эту тему избежать. Поэтому дети должны знать, и дети должны с детьми... И, тем более, если же ребенок как-то себя ведет неадекватно, и родители чувствуют, что что-то не так с ним, вдруг перестает учиться нормально, или еще что-то, то это один из знаков очень часто того, что, возможно, происходит какой-то sexual abuse. Вот. В всяком случае, как я уже сказал, есть буква закона насчет того, что нужно обучать детей, чтобы они не были в их уде взрослыми. Это часть хинуха. И есть чисто практическое применение всего этого, чтобы мы знали, что наши дети, к сожалению, не спасены от опасности, и детей обязательно обучать, что именно будет, да, что кроме поцелуя там от папы дочки, или кроме того, что доктор, когда должен ребенка проверять, может касаться, да, никто другой никогда не должен касаться ребенка, и если касается, чтобы ребенок сразу сообщил родителям. Да. Конечно, все это не поможет, если сам родитель хас решал, он насилует свою дочь, такое тоже бывает, но это достаточно редко бывает, и, во всяком случае, тут уже ничего другие люди сделать обычно не могут, хотя иногда об этом может узнать, например, учитель, или узнать, может, в такой ситуации доктор школы, что использует ребенка кто-то, и по рассказу ребенка сообразит, что это родитель. Тогда, соответственно, тоже, я уже говорил на предыдущем уроке, многие раввины сегодня разрешат сразу же звонить в полицию в такой ситуации, да, дети такие вещи обычно не изобретают. Бывает, что ребенок поссорился с родителем, бывает, что человек даже ненавидит своего родителя, но вряд ли он будет изобретать такую вещь, что, да, вряд ли дочка будет говорить, что ее мама, ее папа ее насилует, да, такую вещь дети не изобретают обычно, и, в общем, если психолог школы, или учитель школы, или кто-то еще каким-то образом узнал, что такое происходит, то большая часть раввинов скажут, что можно сразу же, нужно сразу же звонить в полицию в такой ситуации. Вот, в отличие от нене Раминаша Клайна, как мы уже помянули, что он считает, что мы ребенку не верим в такой ситуации, соответственно, у нас остается хэскат кашрут, да, мы должны доверять все еще, что родитель кошерный еврей, да, мы говорим о религиозной семье, когда у родителя презумпция невиновности, да, и что он считает, что, наоборот, если вызвать полицию, то эти психологи, которые придут с полицией, они, наоборот, специально будут искать, так сказать, чтобы ребенок сказал то, что он, на самом деле, не имел в виду, и выводить из него информацию, которую он не имел в виду, и, так сказать, что только ради того, что вы посадите, что они, как бы, всегда паникуют зря и всегда придумывают того, что нет. Вот, это меня Раминаша Клайна, я уже говорил, что, видимо, большинство людей сегодня уже не следует, этим мнением, и Баруха Шем, что не следует, потому что выглядит, что правда на стороне, да, чисто объективно, уже было достаточно случаев, когда Бьян Дризана был дал, да, без, скажем так, резонных причин не верить, да, резонных причин сомневаться, можно доказать, что есть, к сожалению, в нашей общине члены, которые были достаточно уважаемые, которые оказались, что либо насилуют свою дочь, либо насилуют... Ну, насилуют даже не совсем слово здесь, понимаете, просто до какого-то возраста считается всегда, что даже когда уговаривают, что это насилие, это, кстати, в этом согласен нееврейский закон с нееврейским законом. Так же, как в нееврейском законе есть такая вещь, называется статия телерейб. Это значит, что девушка, может быть, согласилась, она слишком молодая, чтобы соглашаться. Поэтому считается, что ее даже в соглашении ничего не значит, что будто ее изнасиловали. И также в нашем законе, как говорится, «питуй ктана онэсху», что если уговорили маленькую девочку, то это считается онэс. Это считается, что ее изнасиловали, а не уговорили. Это не «питуй», это онэс. Вопрос такой, до какого возраста девочка считается маленькой, для неевреев это до 18 лет в Америке, на всяком случае. В других странах по-разному есть разные законы в разных странах. Есть места, где до 21 года ребенок считается невзрослым до каких-то законов. Есть места, где до 16 лет. В самом случае, в Америке до 18. У нас, конечно, до 12 лет только считается. Ктана, да, после 12 лет это уже взрослый человек. Ну, как бы там ни было, значит, нужно обучать детей, и также, чтобы дети не стеснялись, что они избегают Ихуда, да, если они оказываются, например, с нерелигиозным человеком, и тот будет издеваться, что типа, что ты боишься, да, все равно соблюдать все законы. Это не только в отношении Ихуда, это всевозможные законы, к которым мы с детства привыкаем, что часто над нами издеваются, да. К сожалению, мир не достиг уровня, чтобы хотя бы уважать других, ладно, мы не требуем от них быть как мы, но пусть уважают других. Да, мы же тоже не издеваемся над другими людьми, у которых есть какие-то свои обычаи или какие-то законы, которым они следуют, да. Есть люди, кстати, которые издеваются, я считаю, это неправильно. Если мы видим, что в какой-то национальности или в какой-то религии, или в какой-то стране какие-то законы, да, зачем над ними издеваться? Ну, принимать людей такими, как они есть, у них есть право быть такими, как они, у нас есть право быть такими, как мы, У каждого свои традиции, которые сформировались определенным образом. У нас это халаха, которая работает определенным образом. Устный закон, письменная тора. У них это тоже какие-то традиции или гавдио, пусть нет. Также авторитетные, но это не важно. Важно то, что люди имеют право следовать каким-то своим традициям, и других не трогают, и не нужно над этим издеваться. Бывает, что у нас внутри общины тоже, что одна группа издевается на другой, это тоже неправильно. Если в одной группе, например, какие-то большие строгости, наоборот, большие мягкости в чем-то, если в общем есть на что положиться, то нельзя издеваться на другой группы, на мой взгляд. Но, к сожалению, есть всегда всякие лейцы, всякие издеватели, шутники, которые, когда видят, что что-то не так, как они привыкли, они над этим смеются и показывают пальцем. В Израиле очень много таких. Увидят женщину, которая покрывает волосы, они на нее пальцем показывают. Было, во всяком случае, такое. Сейчас, может быть, меньше, я не знаю. Но во многих местах, при определенных обстоятельствах, над людьми издеваются. Потому что они соблюдают какие-то заповеди определенным образом. И мы привыкаем уже сравнить нас с раннего возраста, что на нас смотрят и нас критикуют часто совершенно необоснованно. Это с того, с чего начинает, кстати, Шухонарх. Первое, что в Шухонархе написано в самом начале, в первой же главе, в первой же параграфе, пусть говорит человек, не стесняется из-за того, что над ним издевается, когда он соблюдает дело. Поэтому мы детям должны это тоже передать. Не только законы Ихуда. Есть много законов, которые будут люди на них пальцем показывать при определенных обстоятельствах. Это проблема этих людей, а не нас. Потому что они готовы нас принять такими, как мы есть. Мы никого не трогаем тем, что мы соблюдаем законы Ихуда, мы никому никакого вреда не приносим. Знаете, одно дело, если есть религия, например, которая говорит, что нужно уничтожать башни торговли, то без сомнения мы не можем принять такое. Это наши враги, и нужно с ними воевать. Но если кто-то соблюдает законы Ихуда, или какой-то религии женщины покрывают, например, лицо, то это их право, мы не должны, я считаю, издеваться над этим. У них такие обычаи, пожалуйста. Может, и у грейских женщин в какие-то времена были такие обычаи. Дело же не в этом, а в том, что если они нас не трогают, и у них есть какие-то свои там обычаи, то пожалуйста. И дальше говорится, что должны, значит, родители как следует проверять, где их дети идут работать, да, когда они уже постарше. В принципе, уже хринок, наверное, закончился. Но все равно не значит, что отец и мать вообще полностью, так сказать, могут на самотек пускать детей после 12-13 лет, да. То есть все-таки, тем более в наше время, да, дети сравнительно маленькие, и родители их еще задержат, поэтому до известной степени у них все равно остается немножко митцва. Мы обсуждали это в законах хинуха в принципе, да, насколько есть ли митцва хинуха на родителях после 12-13 лет. Ну, в любом случае, на каком-то уровне они обязаны, в основном случае, останавливать детей, если тебя будут грешить, как любого человека, естественно, можете остановить и сделать упрок. Поэтому, без сомнения, родители, когда отправляют детей на работу с 18 или когда там лет, должны следить, чтобы то, куда дети идут на работу, чтобы там было кошельное место, чтобы не было никаких там проблем не возникли. В том, что с ихудом и другими, как он говорит, камнями приткровения, да. Если это неприличное место, где могут испортиться дети, то не стоит вообще туда отправлять, лучше найти им что-то другое, да, пусть лучше не заработать столько денег или вообще не заработать, чем работать на месте, где, тем более, такие молодые дети, еще не женаты, еще много очень мигшолим. Да, многие виды работ там очень много мигшолим. Также трудно в наше время найти кошельную работу, к сожалению. Очень мало работ, где полностью все на 100%, как мы бы хотели были от хилы. Очень многие из наших работ, они бедеры. Я, например, однажды пошел в госпиталь, в emergency room, да, место, куда приходят люди, когда у них, ну, не к доктору, а как бы первому санитару, кто проверит. Ну, как здесь говорят, те, кто учится на докторах. Вот. Я просто слышал, как там религиозный, так сказать, еврей, да, молодой, мальчик, может быть, лет 20, да, там, в основном, вот те, кто на пути к доктору, может быть, 25, я не знаю, в всяком случае, они только несколько лет уже поучились колледжи и становятся докторами, и они там вот дежурят. Вот. Так он там заигрывает с какой-то нееврейкой, да, восточного типа, типа, китаянкой какой-то, или, может быть, корейкой, вот. И они там так разговаривают вообще, как неприлично было бы религиозным евреям так разговаривать с кем угодно, вот. То есть человек, получается, вот на своем рабочем месте, да, неизвестно даже, скорее всего, не женатый еще, уже заигрывает с какой-то нееврейкой, понимаете, вот такая вот атмосфера. Я бы не хотел, чтобы, скажем, моя дочка в таком месте работала, потому что, неизвестно, тоже будет приставать к ней тоже, понимаете. Нужно такие вещи проверять, куда вы отправляете детей, где будут работать ваши дети, подрабатывать, да. Бывает, что секретаршей стало, секретарей, это такая профессия немножко тяжеловатая, да, когда женщина фактически все время исполняет какие-то приказания какого-то мужчины, и получается у них какая-то близость определенная, да, либо газба. В общем, нужно стараться, так сказать, найти работу покошений для своих детей, если есть возможность. Чтобы потом не пожалеть Хасу и Шаву. Вообще, говорит, желательно, чтобы мужчины и женщины не сидели в перемешку на работе, чтобы были отдельные места для мужчин, отдельные для женщин. И, говорит, пусть, говорит, когда они учатся, тоже не учатся вместе, да, то есть есть, например, колледжи, где отдельно девочек учат, отдельно мальчиков. Тора колледж в основном в Америке такой. Тора колледж это почти единственное место, это, кроме курсов еще, у вас еще такие курсы. Тора колледж это почти единственное место, и так как не все филиалы, где женщины отдельно, мужчины отдельно учатся. Знаете, все, что он здесь пишет, это не везде, и не всегда можно это сделать так, да, и имплемент, нужно ли это все выполнить. Насколько возможно, да, надо стараться. Ну, говорит, что если нужно, нужно спросить у раввина, да, если у хахам, у мудреца спросить, если требуется. И говорит, что митцва, конечно, отцу обучить сына профессии, да, вот, и нужно, говорит, постараться, чтобы, в всяком случае, это было попутое, опять же, если женщина, значит, учится профессии, чтобы она там была скромна все в месте, где она будет работать. Тем более, если это место, где может быть ихуд, то нельзя, так сказать, выбирать такую. Да, есть виды профессии, где очень тяжело избежать ихуд, поэтому нужно, так сказать, смотреть, да, хахам и на берушо, говорят, да, мудреца он заранее все предвидит и думает. Да, он не выбирает профессию просто вот потому, что ему это нравится. Знаете, не могут королеви жениться по любви, можно сказать, что не могут артоксальные евреи, или, в основном случае, праведники, скажем так, люди, которые от хила все делают, не могут выбрать профессию только по любви, да, человеку, может, например, нравится очень быть, да, хочется быть каким-то профессионалом, но он узнал, что в этой профессии очень много мигшолин, не значит, что в других профессиях их нет, да, во всех профессиях есть какие-то испытания, да, без испытания это ничего не делать и получать велфер, да, получать пособие, вот, только тогда испытания совсем другого типа, но я имею в виду, что почти любая профессия, да, что у программиста нету мигшолин, везде есть мигшолин, но одни профессии имеют больше мигшолин, чем другие, поэтому желательно было бы человеку выбрать ту профессию, которая вдобавок, да, приносит максимальную пользу и дает возможность сделать максимально митцвы и минимальное, так сказать, испытание в отношении, в отношении запретов ту. Я бы, например, сказал, что быть доктором гораздо лучше, чем быть, скажем, допустим, полисменом. Почему? Те и другие помогают очень обществу, нужны доктора и полисмены очень сильно, они оба делают как бы большую митцу, спасают людей, но у доктора мигшолин гораздо меньше, чем у полисмена. Да, полисмен часто попадает в ситуации, которые, скажем так, по Галахе очень трудно правильно разрешить эти ситуации. Вот, можете сами использовать свое воображение, что именно, наверное, в разных странах это по-разному, но можно догадаться, поэтому очень мало, так, сам кеврей, идут в полисмены, но очень много идут доктора. Вот, да, один из примеров. Кстати, у Равина Шеклайна есть тоже шува насчет того, как выбрать профессию, более-менее кошерную, но вот проблема в том, что он даже профессии, которые, в общем, достаточно кошерные, но и на остальное время в них идут, тоже помещает, как бы, категорию профессий с большими, очень, испытаниями, да, поэтому по его подходу не очень понятно, что остается, да, очень мало есть профессий вообще на свете, да, что тогда остается. Помните, в средневековой Европе, да, евреям не давали почти ничего делать, им приходилось быть ростовщиками или старьевщиками, да, продавать старую одежду, например, старые вещи, вот, почему? Потому что ничего другого просто не разрешали, землю не давали владеть, там, другие вещи тоже определенные профессии запрещали еврею делать, так, а, получалось, что им приходилось это делать. Мы не хотели в такой штат сейчас попасть, что окажется, что почти ничего евреям нельзя, и останется только две-три профессии, которые, отнюдь, не идеальны, вот, поэтому нужно, нужно раввинам, конечно, тоже думать, что разрешить, что запретить, что слишком строго сделать, тогда все будут только сидеть на пособии, это не ахти какой-то шашем, если целая община сидит на пособии, вот. Нужно быть резонным, да, не слишком много строгости ставить в выборе профессии, но и не разрешать любую профессию, вот, нужно смотреть в каждой ситуации по-разному, на мой взгляд. В этом случае сегодня наиболее часто встречающиеся профессии адаптоксальных евреев в Америке, я бы сказал, это доктора, программисты, разные виды бухгалтеров. Это тоже посередине между программистом и инвестором, вкладывая деньги, аналитики разных видов вложений, биржевых всяких. Это все. Real estate, это значит связанное с домами, с сдачей домов, очень тоже распространен. И также немало адвокатов, очень немало адвокатов. Хотя это как раз профессия с некоторыми сложностями, связанными с тем, насколько можно, когда попадаются евреи-клиенты, идти на еврейский суд с ними. То есть, если, например, еврей берет другого еврея на тяжбу, один еврей против другого еврея идет судиться, то если он нанимает адвоката, возможно, что это считается помощью греху, помогает делать одному человеку грех тем, что он идет в нееврейский суд, а не выбирает кошельный еврейский суд. Но если ты с неевреями только будешь, если клиенты будут только неевреи, тогда наоборот, это своего рода митцва восстановить правосудие. Если это адвокат, а типа финансовый в основном, да, потому что законы страны, они обычно достаточно хорошие законы, достаточно резонные, и поэтому, когда неевреи по ним судятся, это, наоборот, митцва по многим мнениям, тем, что они восстанавливают справедливость и платят тот, кто должен заплатить. Поэтому в этом адвокат, в принципе, это хорошая профессия, если только нееврейский клиент будет брать в основном. Вот. И всякие банкиры, это все уже актериалы, да, это все связано с тем, что, ну, в категориях подобных тому, что я уже упомянул. Вот. А есть еще, конечно, очень много адвокатных евреев, которые идут в чисто еврейские профессии, пишут сифреторами, зузы, обучают детей, да, учителя идут. Кстати, есть и те, которые идут в учителя в нееврейскую школу. Но там есть свои преимущества и свои недостатки, да, если идти учить, например, в паблик-скул, да, в обычную школу секулярную, то недостатки могут включать, опять же, в лицо, да, всякие нескромности, иногда предмет сам включать, вещи, которые мы не хотели бы упоминать и обучать. Ну, в основном, как бы, да, быть профессором в колледже или быть учителем в школе, это, в общем, довольно-таки принятая профессия среди адвокатных евреев, в основном, более модернных адвокатных евреев, потому что там нужно много очень образования получить, тоже много через, самому через колледжи разные проходить, пока получишь достаточно, да, 6 или больше лет обучения, чтобы можно было учить других. Вот. А чисто еврейские профессии, это обучать, значит, в еживах, писать сефриторах, быть раввином в синагоге и так далее, и так далее. Конечно, таких профессий полно, но мы не можем только этим заниматься, если евреи будут делать только для других евреев что-то, то что будут делать остальные. Ну, и, конечно, очень многие евреи, которые вообще никакого образования не получают, они идут в какой-то бизнес, открывают магазин, да, еды, или там, да, кошерные, если еды, или каких-то вещей. Вот. Это тоже вариант, в принципе, для людей, которые в этом хорошо разбираются. Вот, более-менее, значит, категория кошерных профессий, да, категория профессий, которые часто связаны с вещами не такими уж кошерными, да, и которые гораздо сложнее выполнить правильно, да, это включают всякие актеры и актрисы, да, очень трудно, так самым евреев, быть кошерным актером, да, потому что нужно часто играть роли, которые либо нескромные, либо еще что-то. Это не значит, что это вообще невозможно. Исключение всегда бывает. Был какой-то один актер, который играл там роль в суде, это суд, ну, как бы, имитация суда была, серия по телевизору, и там, как бы, ничего нескромного не было, он мог эту свою роль играть. Вот. Теоретически, может быть, артоксальный еврей, как и спортсмен тоже, но я хочу сказать, что это уже гораздо-гораздо сложнее быть в этих профессиях, и гораздо меньше там возможностей. Вот. И, на мой взгляд, полисмен тоже. Водители автобусов, некоторые артоксальные евреи в это идут, и им, соответственно, или метро, и так далее, там, или как-то вот связано с этим быть инженером, или водителем, или механиком. Там, в принципе, ничего запрещенного нету, просто иногда не так просто договориться, чтобы отдавали все субботы и праздники, но когда в той стране, где такая возможность есть, то, в общем, это вполне кошерная профессия, и даже полностью ли отхила, на мой взгляд. Просто иногда это еще мешает человеку молиться вовремя, потому что у них обычно такие смены часто, что нужно, там, не дают водить автобус только, скажем, с девяти до пяти, да, часто им приходится там по ночам как-то, и потом человек не может вовремя молиться оравит, или что-нибудь в этом роде. Ну, в общем, в основном, можно все как бы устроить как-то, это тоже вполне реальные профессии, да, разные виды водителей. И, конечно, можно водить еще еврейские автобусы разного типа, в Америке их полно, разные рейсы, которые специально для родоксальных евреев сделаны. Вот, это тоже очень хороший вариант. Или, скажем, автобусы для школ, для еврейских, да, это все в основном свои же люди, да, родоксальные евреи возят детей в школу, но не всегда, но в основном. Окей. Значит, пишет он, что, когда, говорит, есть неуверенность во всех этих вещах, да, какую профессию, какое место работы и так далее, пусть, говорит, не полагается человек просто от того, что он слышал, а каждый вопрос он отдельно разбирает с раввином, да, чтобы раввин все, так сказать, посмотрел все, цедадим все, так сказать, аргументы в ту и в другую сторону, и на базе этого сделал свое решение. И митсва человеку, если он видит, что кто-то другой ломает запрет Ихуда, а их спасти от этого, да, предупредить, помочь им спастись от Ихуда. И некоторые пишут, да, что, например, если женщина собирается ехать с мужчиной одна в машине, в местах, где есть Ихуд, то митсва другому мужчине присоединится в этом путешествии, чтобы спасти их от Ихуда. Вот. И, говорит, стоит, когда женщины едут куда-то отдыхать, неважно, зимой или летом, и путь, говорит, тоже погодят с раввинами, да, как все организовать, кажется, это он хочет сказать, и, похоже, он хочет сказать, чтобы не оставались их мужья одни, в смысле, что нехорошо, если муж живет без жены, он, может быть, имеет в виду, что, когда муж остается надолго без жены, один в городе, пустая квартира, делать может все, что хочет, то бывает, что это приводит к викшолин, да, это, видимо, он имеет в виду, когда летом, например, все женщины уезжают, да, мужчина живет неделями один, и только она в конце недели приезжает, да, в горы к жене, остальное время он один, и без жены, и, в общем, никто на ней не следит, то могут, может это привести к разным проблемам, вот, опять же, подсказал для умного человека сообразить, говорят, что из-за этого сделали специальный шаурим для мужчин, когда вот именно времена, когда жены обычно уезжают, чтобы было побольше чем заняться, чтобы было у них, как бы, какой-то сейдер, чтобы они ходили на что-то, и большая вероятность, что тогда не будут ходить куда не нужно в это время. Вот, и запрещено женщине, конечно, ходить в бассейн или куда-то, где мужчина будет спаситель, да, если это не даже женщины, только одни плавают, но мужчина, там, спаситель, если что-то случится, да, тоже не разрешается, в смысле, мы не говорим в такой ситуации, как в случае врача, мы сказали, что можно положиться, что мужчина занят своей работой, но врач, это, как бы, во-первых, большая проблема, если мы не разрешим мужчинам, врачам, лечить женщин, то, что иногда женщин врачей недостаточно хороших и опасно, да, это не просто из-за удовольствия люди ходят к врачу, да, это для того, чтобы поддерживать здоровье, и вдобавок, все-таки, врачи, в действительности, серьезно заняты своей работой, им не до того, а человек, который просто здесь смотрит на женщин в купальниках, да, и следит, чтобы они там не потонули, то, во-первых, они больше получают удовольствие от своей работы, во-вторых, нет никакой большой причины здесь разрешить, чтобы сказать, что, да, этим женщинам так уж нужно плавать, обойдутся, если нет женщины, которые будут их спасать, значит, не пойдут парить вообще, ничего в этом такого нету, то есть, я хочу сказать, что раввины не торопились разрешить с помощью такого же аргумента, как врача мужчину, разрешить и спасителя, да, этого человека, который следит, чтобы никто не потонул, да, в бассейне или на берегу или что-нибудь такое, потому что здесь нет такой уж причины разрешить, и там, больше причин считать, что люди наслаждаются этим, поэтому нельзя мужчине, да, пусть нанимают женщину в такой ситуации, есть достаточно женщин, которые умеют это делать. Да, для этого достаточно просто уметь плавать самому и следить внимательно, чтобы никто не потонул, да, что если что, можно будет спасти. Да, в отличие от доктора, что хорошего доктора трудно найти, не любая женщина может стать хорошим доктором, такой же хороший, как мужчина. Да, женщины часто заняты сами своей семьей, и у них гормональные свои там изменения, они могут быть в плохом настроении, в общем, как бы, многие женщины не хотят ходить к женскому доктору женщине, потому что боятся, что они сделают такую же хорошую работу, как мужчина. Но для спасения в бассейне, это не важно, кто будет там следить за ними, женщина вполне может сделать такую же хорошую работу. И дальше он, значит, обсуждает, что когда приходят, например, молодые люди друг к другу, да, допустим, мальчики зашли к своим друзьям в дом, или там девочки зашли к своим подружкам, да, чтобы не получилось, что получился там их, да, что может получиться, например, что девочка зашла куда-то, и ее подружке не оказалось, там оказался мальчик, конечно, в этом роде. В общем, все нужно следить. Ну, конечно, если родители дома, тогда не проблема. И говорит, что брат и сестра маленькие, которые дошли, достигли возраста Хинуха, не стоит им спать в одной комнате. Не из-за их, да, это, видимо, просто как часть общего закона ЦНИУД. Вот, опять же, как мы говорили, есть редкие случаи, но они бывают, когда, к сожалению, даже внутри семей происходит молестейшн, да, и более случаи, когда это отец-дочь, более случаи, когда это брат-сестра. Вот, поэтому, разумеется, это еще одна причина не отдавать мальчику и девочке спать в одной комнате. Ведь это не только вопрос, кстати, орает, что-то само по себе очень страшный запрет. Есть еще здесь проблема в том, что иногда это кончается смертью людей, или, по-другому, вся жизнь исковеркана. Был случай, когда одна девочка повесилась, потому что ее брат насиловал, и она ничего не могла с этим сделать, и никому не говорила, и боялась, и в результате она просто повесилась. Мальчик или девочка, пусть, говорит, постоянно не живут с какой-то парой семейной, даже если там нету ихуда. То есть, постоянным образом не брать. Я не знаю, в каком случае точно он говорит, то, что бывает же, что берут людей адапсу, например, или что-нибудь такое. В домах, которые сделаны как большие здания, высокие, и у них есть, допустим, место, где стирают там внизу, обычно в бейсменте, и место, где мусор выкидывают, и там есть, допустим, балкон какой-то, или крыша. В общем, все эти места теоретически могут стать местом ихуда. Да, если туда обычно не заходят, и кто-то зашел, то мальчик и девочка зашли в одно из таких пустынных мест внутри большого здания, то это считается ихудом. Кроме того, как если везде стоят телевизионные камеры, и все записывается, и кто-то смотрит на это все. И, говорит, конечно, нужно, чтобы мужчины и женщины повторяли все эти законы ихуда, чтобы знать их. И, когда, говорит, нету дома людей, и пришел кто-то, допустим, собирать седаку, пусть женщина его не приводит внутрь дома одного. Или пришел кто-то, видимо, прислал что-то, да, может, почтальон, я не знаю, в всяком случае. Кстати, еще одна кошерная еврейская профессия, это почтальон. Вполне хорошая и нормальная профессия, только в Америке почта работает по субботам, поэтому, наверное, не так просто договориться, чтобы еврею дали по субботам не работать. Да, если бы она и по воскресеньям работала, тогда можно было бы сказать, я буду работать в воскресенье вместо субботы, и будут люди довольны, христиане даже рады будут. Но так почта в основном в воскресенье не работает, то получается, что все хотят взять и субботу, и воскресенье. В воскресенье и так у них выходной, так все хотят не работать в субботу тоже, поэтому если еврей будет говорить, я никогда не приходил в субботу, то это может возникнуть проблема. Но я знаю, что есть одна оксана еврей, которая работает на почте, значит, как-то договорились, чтобы не работать по субботам. В общем, как бы там ни было, если нужно им зайти, тогда пусть прямо около двери оставят посылку и так далее. И, говорит, лучше даже взять у них из рук это, чем пускать их домой, в смысле он обсуждает сейчас вопрос, что обычно Хасид осторожен, чтобы женщина ничего не брала из рук мужчины. В большинстве людей разрешают это, если это не жена Нида, то есть жена Нида, она строже закон, чем чужая жена в этом законе. Но Хасид осторожен, чтобы чужая женщина не брала ничего из рук мужчины. Он говорит, что лучше взять посылку из его рук, чем пускать его в дом, чтобы он там ее оставил. И это не из-за ихуда, видимо, потому что из-за ихуда можно было бы оставить дверь открытой, например, и потом, наверное, муж у нее в городе и так далее. Но, видимо, это просто как житейский совет, опять же, что чем пускать чужих мужчин домой, лучше у него прямо у входа взять посылку. И говорит, что когда люди приходят навещать скорбище, у кого кто-то умер, некоторые разрешают, что даже мужчина подходит к женщинам и тоже их как бы утешает. Но, если, говорит, там будут только одни женщины, чтобы не было ихуда, нужно ему тогда с женой прийти вместе. Или пусть несколько мужчин вместе придут одновременно, два как минимум, да. Теперь следующая глава, опять же, уже к ей ходу не имеет отношения, 50-я глава, это законы, что не следует слишком много общаться мужчинам и женщинам вместе. Да, что есть определенные законы еврейские, что общение между противоположными полами не поощряется, если это только не там брат и сестра и тому подобное, да. То есть с чужими женщинами нехорошо много общаться, потому что может привести к большим проблемам. Сказали наши мудрецы, пусть человек не болтает много с женой своей, тем более с чужими женами. Поэтому, если нужно, то тогда нужно поменьше с ними говорить. Но насчет своей жены, это большой вопрос, о каком случае идет речь, потому что, наоборот, это может шаламбай очень сильно пострадать, если человек будет мало общаться со своей женой. Поэтому в этом как бы все раввины сегодня, в том числе, самый Халидим, как Хазуныш и так далее, считают, что этот закон, так сказать, нужно очень осторожно использовать. Только, так сказать, в основном они почти что аннулировали этот совет. Это же не закон, это совет из Верки-Абот, одного мудреца по имени Раби Йоси бен Йоханнан из Иерушалай. Этот мудрец сказал такой интересный совет. Не говори много с женщиной, даже с собственной женой, тем более с чужой. И насчет чужой жены, это, в общем, вполне логичный совет, и я думаю, в основном мы стараемся следовать до известной степени. А вот насчет своей жены, это совет, который сегодня вряд ли кто-то будет исполнять. И в основном, как бы, без сомнения, не относятся в первый год после женитьбы, когда нужно установить вместе крепкую семью, да, и наоборот, он даже не уезжает из города, и, так сказать, в основном проводит время с женой. Чем больше, тем лучше. Ну, конечно, не нужно с этим тоже это самое, переборщить, да, если человек будет не заниматься ни торой, ни чем, весь год только будет проводить время с женой, это тоже не так хорошо. Они могут другу так привыкнуть, что надо есть тоже могут быстренько. Но, в всяком случае, общение с женой обычно у нас скорее поощряется, и есть много причин на это. Но то, что Раби Йоханн, Раби Йоханн имел в виду, имел в виду в каких-то определенных обстоятельствах это, да, некоторые объясняют, что он имел в виду, когда жена Нида. В их время, вы знаете, они с Нидами еще строже были, чем мы сегодня. У них часто Ниды вообще отдельно жили, и, как бы, относились к ним, что даже, как бы, ритуальная нечистота выходит прямо-таки во всем. Они же фарисеи, они соблюдали ритуальную чистоту даже в Хулин, то есть они не ели пищу, пока не будет чисто ритуально. Так что это не Трума, не Майсер, не что-нибудь такое. Так вот, получалось, что жена, когда она Нида, она не могла вообще ничего не готовить, не садиться там, где муж будет садиться, на тот же стул и так далее. Поэтому, действительно, когда она Нида, может быть, в те времена, и этот совет имел какой-то смысл поменьше, так сказать, с ней общаться, чтобы не получить что-то нечистое. Вот, и Рамбан даже считает, что Дибурпе, так сказать, который у него выходит, они были осторожны, чтобы много не разговаривали. Он так приводит, что Лаван, помните, с Рахелью не стал даже продолжать разговор, когда она сказала, что Дерех нашимли. Вот, то есть такое было, без сомнения. Часть этого, может быть, даже имеет какие-то логические подтверждения в халахе, а другая часть, это, может быть, скорее было немножко, ну, знаете, как бы, своего рода суеверие. И, да, ну, было такое, было, что к Нидам вот так относились, и поэтому, можно себе представить, что совет не слишком много общаться с женой Нидой, тем более, в те времена Нида была гораздо меньше, чем сегодня. Сегодня женщина Нида, она может быть больше половины времени Нидой у многих. А тогда они только считали семь дней, и все. Это было еще очень раннее время, да, Йосипен Йоханн, это раннее время, первое, зуб, зуб, да, это середина второго храма. Вот, поэтому в тот период времени женщина Нида была всего семь дней, а чистая была после этого три недели. Поэтому общение с женщиной Нидой действительно можно было избегать, там, на недельку, они, может быть, как-то отдельно даже жили, или, в основном случае, старались общаться меньше, если есть возможность. Вот, ну, по крайней мере, сегодня, без сомнения, никто не посоветует, не из нормальных раввинов, человеку поменьше общаться со своей женой, будь то Нида или не Нида, неважно. Вот, он говорит, что, во всяком случае, с чужой женщиной разговаривать для удовольствия, без сомнения, нельзя. И это, говорит, запрет Торы. Не по всем мнению, запрет Торы, конечно, но, во всяком случае, он имеет в виду, что вот именно ему нравится эта женщина, ему приятно с ней разговаривать, она красивая, у нее голос приятный, да. Сегодня люди настолько притупились, потому что столько, так сказать, есть, столько есть стимуляторов у человека, когда он выходит на улицу во всех, на каждом шагу, да, там женщины нескромно одеты, реклама всякая на автобусных остановках, да, приходит любая даже телефонная книга полна этого мусора. Поэтому человеку трудно себе представить, что кому-то могло, да, так сказать, его стимулировало, да, просто разговор с полностью одетой красивой женщиной, да. С те времена, когда человек вообще не общался с женщинами практически, да, могло быть, что от того, что он разговаривает с какой-то женщиной, ему приятно, чисто сексуально ему это приятно, да, что он на нее смотрит, на ее лицо, и ему приятно, да, или там, как тому приводит, например, рассматривает ее пальцы, да, ему может понравиться ее пальцы. Сегодня я думаю, что мы уже настолько притуплены из-за того, в каком обществе мы живем, что трудно себе представить, что просто при общении с обычной аратаксальной еврейкой, да, которая полностью одета, будет приятен ее голос или приятен ее разговор. Вот, мне кажется, это сегодня не так вероятно. Ну, в таком случае, он не должен иметь кого, но, да, мысли, что вот приятно с ней поговорить, с нее, да, хочу насладиться, поговорить с ней с наслаждением. И говорит, это все, если он рассматривает ее, когда разговаривает, да, в лицо и смотрит. Но если он отвернулся, тогда можно говорить больше слов, то есть не нужно каждое слово выбирать. Смотрите, какие строгости у него здесь. Сам хочется сказать, что когда говоришь лицо женщине, нужно выбирать каждое слово, чтобы лишнее не сказать. Вот если ты говоришь с ней, повернувшись в сторону, да, очень, Дэра Хэррис я бы сказал сегодня, да, такое, понимаешь, такой кидуш вошел, что он, когда разговаривает женщина, смотрит в другую сторону, да. Представьте себе ситуацию, настолько скромный человек, да, он, когда разговаривает женщину, он отворачивается, но зато тогда он может не выбирать каждое слово, да, и говорите там не бегать, не бегать, а говорите, так сказать, нормальными предложениями, как человек разговаривает. В общем, уже понятно, что все, что он здесь пишет, это связано с тем, где он принадлежит, и часто он цитирует источники, довольно-таки старые, которые к современному обществу мало имеют отношения, и в таких вещах уже давно люди, да, считают нормальным, да, во всяком случае, и среди харизин тоже, более модерных харизин, не самых таких уж правых, вполне нормальным считается разговаривать, смотря в лицо человеку, да, с уважением, во всяком случае, если эта женщина полностью одета, да, прилично одета, нету особенно проблем разговаривать и сидя, и смотря в лицо, и не выбирать каждое слово на марш, да, чтобы не искать лишнего, вот, и он говорит, что те, кто работает с женщиной, пусть будут осторожны, чтобы им не говорить своим коллегам, да, лишних слов, и пусть, говорит, да, даже старые люди с этим будут осторожны, то есть даже старый человек не должен со старушкой, там, соседкой болтать, и, говорит, нехорошо, если будут девочки, маленькие или большие, собирать седаку, это не скромно, видимо, чтобы девочки ходили по домам и собирали седаку, но, говорит, взрослые женщины могут это делать, но только тогда две женщины вместе. А 51 глава, еще разные там советы и осторожности, в месте, где оказались мужчины и женщины, и там есть одна женщина нескромная, нужно же мужчины держаться от нее подальше, но, говорит, если приходится, в основном, быть рядом по какой-то причине, пусть хотя бы ее не рассматривают. Пусть женщина не идет на рынке, и сын идет за ней сзади. Вдруг кто-то схватит ее сына, и она за ним пойдет, и в результате ее изнасилуют. Поэтому пусть сын идет либо рядом с ней, либо перед ней. Это все взято из Шухонараха, из Талмуда. Это, как бы, немножко звучит искусственно, вся эта, так сказать, все это создание этой именно ситуации, но вот именно такой случай приводится в Шухонарахе. И, говорит, пусть дети, которым уже 6 лет, учатся не играть друг с другом, мальчики с девочками, да, то есть с какого-то возраста уже мальчики с девочками не играются. Если женщина выходит на рынок, на улицу, да, не скромно одетой, или она использует очень, ну, косметику, или, там, допустим, духи очень сильные, что-то, что привлекает внимание, и, как бы, все, так сказать, чувствуют, как от нее идет запах и так далее, манищий, вот, то она ломает во всех этих случаях лифнеев верлиц и цену их шоль. Да, обычно над нами издеваются, когда мы говорим, что, как бы, получается, вина женщины, да, что мужчина не виноват, мужчина тоже виноват, а он виноват. Никто не говорит, что виновата только женщина. Да, женщина виновата тем, что не скромно оделась и пошла на улицу, а мужчина виновата, что он на нее смотрел и получал удовольствие. Бывает, что мужчина не виноват, что он не пытался смотреть, она ему оказалась прямо перед глазами. Вот, то есть, вообще, женщина, которая ходит не скромно одетая, или очень уж старается привлечь внимание, Она, без сомнения, делает неправильно. Но и мужчина, никто не видит, что мужчина не виноват. Я помню, я однажды, когда свою книгу по недельным главам и законам, относящимся к этой главе, написал, называется «Неделя за неделей». Те, кто читали эту книгу, я по ней потом в лодиуроке тоже сделал. Знаю, что я во второй же главе уже обсуждаю в том числе то, что женщинам скромно одеваться, но с другой стороны, чтобы мужчины не слушали женское пение или не рассматривали женщин и тому подобное. Я это связал с главой «Нов», потому что там был тоже разврат всевозможный перед потопом. А потом в главе соты, в главе насо я обсуждаю подробно, как должна женщина одеваться, что именно считается по-еврейски кошельной одеждой. Так вот интересно, одна модерная, ордоксальная еврейка прочла в этой книге немножко, всю книгу не стала читать, сразу нашла по углавлению, где говорится про скромность женщин. Прочла эту главу и пишет мне, что почему только женщины, почему и мужчины пусть не смотрят, и начала меня всячески обвинять. Сразу же уже предполагают, что я слишком религиозный для нее, и что я неправильно все делаю, что я виню как бы женщин. Я не виню женщин, я не виню мужчин. Все люди и все мы иногда, или большинство из нас иногда делают какие-то вещи, которые не полностью разрешены или полностью запрещены часто тоже. Иногда это ложная гора, иногда это смотрят куда не положено. Большинство людей не ломают запрет Эрба Мамаш, я уже говорил, что вряд ли многие из нас являются прелюбодеями. Но немало людей, которые иногда смотрят куда не положено смотреть. К сожалению, это очень тяжело спастись от этого. Но я просто хочу сказать, что я не в ту главу, так сказать, посмотрела. У меня есть глава, где я обсуждаю, что мужчины должны быть осторожны, чтобы не смотреть. И есть глава, где я обсуждаю, что женщины должны быть осторожны, чтобы не одеваться ни с кому. Теперь, если, говорит, вдова, например, живет одна, пусть не растит собаку. Потому что вдруг подумают, что она спит с собакой. Не думаю, что сегодня кто-то такое подумает, и не думаю, что сегодня этот закон относится. Лучше бы ему было не приводить это. Хотя жуканав действительно такое приводит, но сегодня не думаю, что кто-то из адоксальных евреев заподозрит вдову, которая собачка, что она, конечно, использует эту собаку. Ну, в таком случае он пишет, что если требуется ей собака, например, потому что она боится воров, тогда можно. И тогда желательно, чтобы купила женского пола собаку. Запрещено спать в комнате, где спит муж и жена. И даже если жена Нида, все равно, как бы, это privacy по-английски, да, что человек мешает им спокойно разговаривать друг с другом о вещах, интимных вещах, которые они не хотят, чтобы другие люди слышали. Только если они сами попросили его, чтобы он у них остался в этой комнате, тогда можно. Я только не понимаю, если они сами его попросили, тогда в чем вопрос? А если его не просили, как он может спать в той же комнате? Он что, против их воли полезли? Он попросился, что ли, не спрашивая их? Не очень понятно, когда именно этот закон относится. И говорит, особая праведность даже не смотреть на кровать, где спят муж и жена. Когда... Кстати, насчет двойной кровати, в принципе, тоже интересная идея. Он сам в законах Нида это обсуждает. Не знаю, будет ли здесь обсуждать. В принципе, идея двойной кровати нигде не была запрещена в старых источниках наших. Все обсуждение всегда, что когда жена Нида, нельзя спать ни на одной кровати. Поэтому даже если у них одна длинная, очень большая кровать, да, очень широкая, все равно нельзя спать ни на одной. Они должны иметь отдельные кровати. Или кто-то из них должен спать на другой кровати. Но никто никогда не писал, что нельзя вообще иметь двойную кровать, что само по себе это не скромно. Или что это Маритайн, что это каким-то образом приводит к тому, что люди заподозрят, что она и когда Нида спит вместе с ним на одной кровати. Такого никогда не слышали. Но венгерские раввины в последние пару столетий действительно это запрещали. И считали это очень не скромным иметь двойную кровать. Может дети такое увидят. И также боялись, что это Маритайн, что люди, если увидят, что у них есть двойная кровать, подумают, что жена почему-то спит там, даже когда она Нида. И он спит там, и получается, что они ломают запрет, что спят на одной кровать, когда она Нида. Это все очень мне кажется странным, но так действительно считают Шею Талеви, тоже из современных, полским. И Дебрецин Раф тоже так считал. В всяком случае некоторые раввины венгерского происхождения так считают. Но интересно, что невозможно заставить всех литовских евреев этому следовать. В общем, по букве закона нет запрета иметь двойную кровать. Само по себе. Но здесь пишет про другое, что не рассматривать кровати мужа и жены. Когда человек говорит жене, не будь в Йихуде с каким-то человеком, это не считается киной. Помните, мы это уже обсуждали, что если человек меканой, если человек подозревает жену и говорит, не будь в Йихуде с кем-то, то это может привести к тому, что если она потом будет в Йихуде, она станет ему запрещенной. Но в данном случае он на Ника нет имел в виду, а просто предупредить, чтобы закон соблюдало. Но пишет, что для Ахива, пусть он так ей не говорит в любом случае, пусть он ей скажет, будь осторожна, чтобы не сломать запрет Йихуда. Пусть он ему говорит ей, айфет яхет, не будь в Йихуде с врачом, когда подерг к нему. Пусть он ей скажет, будь осторожна в отношении запрета Йихуда. Тогда ясно, что он не подозревает её ни в чём, а только подчёркивает, чтобы жена была осторожна, не сломать запрет Йихуда. Если человек сказал жене, не оставляя какого-то гостя у нас дома, а потом получилось, что гость все равно у них остановился, потому что ей неудобно было его не пускать, это тоже не считается кином. То есть не считается, что он ее предупредил не иметь с ним въеху, да из-за этого она теперь запрещена ему, видимо, об этом здесь речь не очень понятна. Когда человек готовится, чтобы открыть магазин для женщин, какой-то одежды или чего-то еще, и он хочет в том числе продавать купальники, пусть поговорит с раввином, это из-за другого запрета, из-за микшоль, что можно и что нельзя продавать в магазине. Само по себе нет вопроса, что купальник это не скромная одежда, и продавать купальник еврейской женщине было бы запрещено. Но дело в том, что на практике женщины Кашена, если покупают купальник, они будут его использовать либо в бассейне, где только женщины, либо в тех местах, где есть пляжи только женские, либо может быть она дома так перед мужем будет, не важно. Во всяком случае, домашние бассейны тоже у некоторых людей небольшие, во дворе ставят. В общем, как бы там ни было, само по себе купальник, конечно, это не скромная одежда, но в каком-то смысле купальник может быть лучше даже, чем какая-нибудь там короткая юбка, что короткая юбка ее по-другому не будут носить, кроме как на улице для людей. Для этого ее надевают. А вот купальник, это вполне нормально, что и кошельные женщины покупают купальники, чтобы использовать их в местах, где только женщины. В общем, нужно разговаривать с раввином, он говорит. И пусть, говорит, не заходит девушка стричься у мужчины, пусть мужчина не стрижет женщину. И также, наверное, наоборот. Это не очень понятно, это буква ли закона, потому что, в принципе, если ихуда нет, а уж стрижет женщина наверняка занят своей работой в этот момент. И он даже, когда касается, это просто случайное касание, никакого удовольствия от этого нет. Поэтому, может быть, если бы очень требовалось и нет никаких других парикмахеров, было бы, может быть, разрешено, нужно спросить у раввинов в каждом конкретном случае. Ну, по крайней мере, раввины, как он, конечно, венгерского типа и польского типа, хасиды, они обычно очень строги с такими вещами. Вот. И когда-то также запросили их вот вообще с неевреями, даже для мужчины, потому что вдруг прольет кровь. Было опасно это. Но сегодня они очень строги с этим в ситуациях, когда этой опасности реально нет. Вот. И, ну, тем не менее, было немало случаев настоящих убийц в последнее время, в арабских кварталах в Израиле, поэтому нужно быть осторожным. Да, ну, это и так, это практически уже совет, не ездить в такси с арабом в Израиле и так далее. И говорит, пусть каждый отец смотрит за своими домочадцами, чтобы ничего не делали неправильного и не делали, не ломая ни один из запретов такого типа. Вот. Следующая глава обсуждает пожатие руки. Он пишет, что запрещено, конечно, мужчинам и женщинам жать руки друг к другу, даже если бы они в перчатках были. И это говорит, неважно, какая часть руки касается, вся рука или частично. И он говорит, что не шай их разрешить это, даже если это, как говорится, кого-то обреет. В смысле, что он, по его мнению, если та женщина уже протянула руку, мы не разрешаем мужчине пожать эту руку, несмотря на то, что это будет некоторая embarrassing situation, как говорят по-английски. Это немножко может к обиде привести, к неудобству, что руку протянутую не пожали. Или наоборот, то же самое, если мужчина протянул руку женщине, что женщина еврейская, религиозная, не может пожать. Вот. На самом деле есть более модерные раввины, которые немножко в этом мягкие. И на практике, конечно, нужно стараться избежать этой ситуации, попытаться попасть в такую ситуацию, чтобы было некуда, как сказать, руку протягивать. Как-то сразу начать разговор так, что не пришло в голову протянуть руку или что-то держать в руке, там, горячий стакан кофе. В общем, пытаются люди как-то спастись от этого. Непростая ситуация. И говорит, можно до 6-7 лет, он говорит, детей перевезти, например, через улицу. Допустим, человек идет по улице, и девочка, когда его просит, переведи меня через улицу, то можно взять ее за руку, если она совсем маленькая. Но, говорит, лучше не за руку взять, а через руках, как-то за одежду, да, не касаться ее тоже. Вот. Но, если, значит, взрослых нужно перевезти детей, взрослых, теле, взрослых, слепых, я не знаю, в каком случае он здесь говорит, тогда, во всяком случае, пусть он за руку не берет. Тот, кто строг собой в том, что не спасать, например, женщину, да, если она упала, поскользнулась, не протянуть ей руку, не помочь ей, да, он, говорит, называется глупый хасид. Это из калмуда взято, я уже рассказывал про эту историю, что слишком строго быть в ущерб здоровью других людей, это, на самом деле, получается, не слишком строго, это не хумра, а, наоборот, большая кула. Старая женщина, которая просит, чтобы ее перевели через дорогу, можно, значит, взять через одежду, через какую-то, да, то есть не трогать ее за руку, но как-то взять через рукав или что-нибудь такое. Ну, если, говорит, у нее, да, нерелигиозная женщина, допустим, у которой короткие рукава, да, и не за что ее взять, тогда, говорит, пусть попытается уйти, там, пусть кто-то другое переводит. Вот, видимо, считает автор, что в данной ситуации, да, не будет хилу Ашем, если человек, к сожалению, не может помочь, но на практике, наверное, на каждой ситуации нужно смотреть, это могут очень плохо относиться к евреям после этого, к религиозным, если не помогли старушке перейти дорогу, если у них никого рядом другого нет, вот, из-за того, что у нее короткие рукава, в общем, надо, наверное, смотреть на ситуацию, как там будет. Вот, если упала женщина на улице, или там она поскользнулась, то митцва помочь встать, и если же она, опять же, не скромная, у нее открыты все руки, и все, тогда следует, опять же, как-то уйти, да, так, чтобы, в случае, когда нет опасности для жизни, как он говорит, да, что ничего с ней не будет, просто она упала, и нужно, чтобы потом, помог подняться, если она не скромно одета, то пусть, как бы, ускользнет от этого. Больной, который лежит в госпитале и не может сам надевать филин, то есть не стоит женщине ему надевать филин, и это еще по другой причине, что не очевидно, что он выполняет запрет филина, вручного, во всяком случае, если ему надевают женщину, потому что женщина сама не надевает филин, не исключено, что должен помочь надевать филин, только сам тоже хаев, поэтому не поможет, если наденет женщина или не еврея ему надфилин. Но если, говорит, нет другого выхода, тогда пусть только его жена, когда она не нида, или его дочь поможет, не чужая эта женщина. Или, говорит, наденет перчатки, если ничего другого не возможно, тогда пусть в перчатках наденет ему сфилин. Следующая, 53-я глава, насчет касания близких родственниц. Он говорит, что запрещено даже обниматься и целоваться родственникам, и, соответственно, ребенок, которому 9 лет уже, или девочка, которой 3 года, они должны целоваться, скажем, с тетями, дядями, там, разными другими родственниками. И только отец с дочкой может целоваться и обниматься, и мать с сыном. Ну и дедушке и бабушке тоже считается, по многим мнениям, такой же закон. И, говорит, некоторые даже строги, чтобы собственную дочь не целовать, видимо, старше уже, когда она большая. Но, во всяком случае, по букве закона нет в этом ничего. И также маму, да, то есть по букве закона это не запрещено, но есть какие-то хасиды, которые, так сказать, даже не целуются с дочками большими, видимо. Вот, если, говорит, маленькая сестра, то можно ее тоже поцеловать брату, если это такая маленькая, что обычно никто не думает о них, как о женщине еще, да, то есть лет до 9, до 10, во всяком случае, наверное, можно брату целовать сестренку. И, конечно, это при условии, что он не пытается от этого получить удовольствие, наслаждение, да, как от женщины, от нее. Старые люди, бабушки и дедушки, могут целовать своих внуков и внучек, даже если они уже вышли замуж, или, да, то есть, неважно, что, скажем, дедушка может поцеловать даже внучку, которая уже вышла замуж. А некоторые строги. И, говорит, то же самое закон относится и к четвертому, третьему поколению, да, прадедушка может поцеловать правнучку и так далее. Если, говорит, человек, который режет животных, шохот, занимается тем, что играет в азартные игры с женщинами, да, в какие-то домино или во что-то, то не следует ему быть шохотом, да, недостаточным кошелем. Да, если случай Ихуда еще не было, но само по себе это неприятная вещь, и для шохота это должен быть благобоязненным, если мудрецы должны обсудить каждый конкретный случай, но не стоит, так сказать, такого шохота держать. 54-я глава, насчет женского голоса. Значит, сказали нашим мудрецы, что женский голос, красивый голос, поющий, например, он, так сказать, человека может заинтересовать, что ли, он ему приятен в сексуальном смысле. То есть само по себе слушать поетение женщины, это тоже, как один из видов запрещенных наслаждений от запрещенной женщины. Вот, но если, например, мать поет для сына или дочь для отца, это можно, но не во время молитвы. Но, говорит, взрослые лучше не слышать в любом случае, не слушать. И запрещено мужу слушать, когда его жена недопоет. Это не так очевидно, но стоит быть строгим с этим. И когда, говорит, поет его сестренка, по букве закона можно это разрешить, но если она взрослая уже, то лучше быть строгим. Если женщина, в принципе, не нида, и она поет, то, и она не замужняя женщина, то по букве закона невозможно запретить такое пение. И, тем не менее, говорят, что лучше уже с 10 лет это не разрешать. То есть о каком случае идет речь? У нас женщины практически все, они либо нида, либо замужние. Как может быть, что не замужняя женщина, а не нида? Это маленькая девочка, фактически. То есть речь идет о девочках лет 10, может быть, или меньше. Если они какое-то представление устраивают, то отцы могут прийти, хотя они слушают не только собственных дочек, но и чужих дочек, пока они такие маленькие, еще ни ниды, то можно это не запрещать. Так он имеет в виду. Но обычно у нас, когда бедьяковы поют, девочки, даже маленькие, обычно приходят только матери и бабушки, мужчин туда не пускают. И, соответственно, если это родственница, девочка, тогда нельзя. Обычно почти все родственницы, которые запрещены, их и так можно слушать. Это будет либо маленькая сестра, либо будет дочка или внучка. Но он, например, приводит, если это, скажем, сестра жены. Сестра жены, без сомнения, запрещена. И, с другой стороны, даже если она не замужняя, даже если она маленькая еще, ни нида, все равно будет нельзя слушать ее голос. И нееврейку тоже нельзя слушать. Хотя сама по себе нееврейка запрещена, только барабанан, по многим мнениям, все равно слушать ее нельзя. И даже если две женщины поют вместе, тоже нельзя. И также нельзя слушать, когда взрослая женщина поет с маленькой девочкой. Если девочка, она еще нида, и можно было бы ее слушать, но с женщиной вместе поете нельзя. Или если, например, его мама поет с еще одной женщиной, или его дочь с еще одной женщиной. И также нельзя, даже если не видишь саму женщину. Это не так очевидно. Некоторые считают, что если ее саму не видишь, то голос можно слышать. Поэтому если человек никогда не встречает какую-то актрису, и она поет, допустим, если эти песни, во всяком случае, не неприличные, то было бы разрешено это слушать, по некоторым мнениям. Рабаде Йосиф, в том числе, был мягок с этим. Но на практике лучше, конечно, быть строгим с таким вещами. Тем более, что почти все эти женские песни, как правило, то, что по радио и так далее, они все полны полностью, так сказать, неприличных вещей. Это поют в основном о вещах очень нескромных. И тем более, если она еще видна, там, по телевизору, например, то это будет более строго даже, помню, Рабаде Йосифа. Это только мягкость, если он ее не видит вообще, то есть слышит только по радио голос. И он говорит, что, соответственно, он строг со всем этим, поэтому он говорит, что нельзя и на кассете слушать женский голос, хотя это уже не голос человека, это просто электронный голос, но воспроизводит голос женщины уже нельзя. Но если, говорит, женщина просто играет на инструменте, например, на фортепиано, то нет никакого запрета это слушать, кроме как это действительно приводит к плохим мыслям. И говорит, нельзя слушать пение даже старой женщины, и даже если с помощью микрофона используется, то есть не слышен ее голос, слышен голос микрофона, это все понятно, не лучше, чем магнитофон будет. И также ребенка уже, когда он достиг хинуха, да, лет с девяти, наверное, нужно останавливать, чтобы не слушал женское пение. И говорит, даже если они поют без аккомпанемента музыки, да, поют без музыки, тоже нельзя. Но слушать просто разговор женщины, конечно, не запрещено, но мы увидим позже, что есть имен такой, что они, то, что у них было шейлат шалом, это тоже считалось запрещенным, когда они там приветствовали друг друга очень, это считалось большой вещью в те времена, а сегодня это как бы не с этим не строги, особенно большинство людей. Вот он пишет, что во всяком случае, когда читают женщины с детьми, например, прочитывают для них там отрывки и истории, например, с ухим, то это можно. И если дети все-таки наслаждаются тем, что женщина для них читает, да, не знаю, в каком смысле он называет здесь наслаждаться, тогда будет нельзя. И не могут соседей остановить, чтобы открыли женскую школу, говоря, что им тогда слышно, как девочки поют. Но пусть, говорят, они держат окна закрытыми хотя бы, да, чтобы соседи не могли особенно слушать то, что они там поют. Если женщины едут в автобусе, да, девочек, например, везут на какую-то экскурсию, на автобусе, пусть не поют там, потому что водитель автобуса будет слушать. Но, говорит, если это не евреи ведет автобус, тогда можно. Разрешается слушать броху женщины, чтобы ответить омен, прислушиваться к ее брохе. И если она, говорит, поет какие-то слова Торы, знаете, припевающим голосом читает, как стихи обычно читают, или молитвы, да, тогда, говорит, если он чувствует, что он удовольствие получает, то нельзя прислушиваться. Запрещено женщине слушать голос, сделать, чтобы ее голос был слышен мужчинам, да, то есть то же самое наоборот, женщина должна стараться, что когда она поет или там еще что-то, читает каким-то выразительным образом, чтобы это не слышали мужчины. И если, говорит, очень старые люди больные, и для них женщина приходит что-то им читать там или напевать, то тогда, если они уже совсем плохо себя чувствуют, и уже не могут наслаждаться голосом, то можно это разрешить. Не очень понял точно, о каком случае здесь речь. И совсем маленьким детям можно разрешить слушать кассеты, где поет женщина, если они ее не знают, да, то есть в совокупности с тем, что и без того кассеты некоторые разрешают, если женщину не знаешь. И он говорит, что даже слушать, когда лекцию дает женщина, да, когда тоже приходит время голос менять, и как бы, ну, когда лекцию дают, это не просто монотонный диалог, монотонный монолог, да, то поэтому не стоит это слушать. Кроме как, если ее поставили за мехицей. На самом деле, по букве законной это нет запрет. Это Шерат Олеви был строг с этим. Венгерские раввины немножко более строги в таких вещах. И, соответственно, хэспы тоже, когда кто-то умер, пусть женщины не делают, как бы, поминки перед мужчинами. И, соответственно, пусть человек не идет работать в том месте, где будет слушать женщин поющих. Но, говорит, если он не пытается удовольствие этого получить, не прислушивается к ним, тогда можно, но лучше тогда надевать, вставлять беруши в уши. И даже если немножко слышен, так сказать, звук, как эхо, это уже не страшно особенно. И, во всяком случае, если женщина что-то рассказывает на кассете, то это нет никакого запрета слушать. И, конечно, все, что мы говорим, это когда человек знает, что его реально, так сказать, эти никакие мысли не возникают, когда он слушает. Вот, а когда он читает шма или молитву, это более строго все, и нельзя прислушиваться. Ну, вообще не нужно отвлекаться, но нехорошо это делать там, где слышен женский голос. Ну, если он вообще не поющий, и даже это не лекция, а просто женщина что-то монотонно там говорит в обыденной ситуации, то тогда, в принципе, нет никакого запрета читать шма в этот момент тоже, потому что мы постановляем, что запрещен только голос, близкий к песне или как песня. Но, по крайней мере, он, видимо, хочет сказать, что не стоит и в этой ситуации, наверное, об этом здесь речь. А может быть, он имеет в виду как раз голос песни или близкий к этому каких-то стихотворений. И это даже относится, когда жена ему разрешена сама, и она, если поет, все равно нельзя читать шма в этот момент. То есть это отдельный запрет читать шма или молиться, когда слышен голос песни женщины, даже если женщина ему разрешена, как его жена, так же, как нельзя было бы перед ней читать шма, когда она раздета. Голос его мамы и его дочки, если дочке больше 11 лет, и тем более сестры, тоже насчет крея, шма и насчет молитвы такой же закон, что нельзя, когда этот голос приятный, не там поет, например. Но если бы человек помолился, и в этот момент был слышен женский голос, то он говорит, что шма не нужно повторять, а шма желательно еще рассказать, без брохи. А женщина может молиться и читать шма, когда она слышит голос мужчины поющего. То есть часто синагога хазан поет, а она в этот момент молится. И говорит, можно думать о словах Торы, когда слышен женский голос поющий. И если, говорит, человек может сконцентрироваться так, что говорить слова святые, например, молитвой, не обращая внимания на женский голос, поющий рядом, тогда можно или отхиловать. Но иногда нет просто другого выхода. И дальше он обсуждает еще запрет рассматривать женщин, понятно, когда они скромно одеты, и тому подобное, и не трансиеврейки, а они не еврейки, и тому подобное. И в общем человек должен стараться избегать выходить в те места, где женщины не скромно одеты. Понятно, что ходить мимо пляжа, и подобные вещи нужно избегать. Но иногда у человека, где бы он ни шел, все улицы полны летом не скромных женщин. Значит, нужно тогда выбирать менее людные места, насколько это возможно. Но бывает, что нету особенно большого выбора в любом случае. А женщина, которая скромно одета, то в принципе можно с ней разговаривать, смотря на нее, только нельзя для этого получать удовольствие, как мы уже говорили. Но там, где женщина не скромно одета, там в принципе он считает, что нельзя даже с ними смотреть, когда разговариваешь. То есть даже как часть Дерех Эрес, как бы из уважения к человеку, обычно когда разговариваешь, смотришь лицо, но он считает, что если эта женщина не скромно одета, значит нельзя так делать. Только я не знаю, что он тогда посоветует разговаривать и смотреть в сторону, это тоже не всегда реально выполнимо. На практике сегодня как бы, когда люди уже привыкли к таким вещам, можно не говорить о том, что он стоит перед голой женщиной Хасвиша, имеется в виду, женщина, которая не полностью скромно одета, там у нее рукава немножко короче, чем положено, или что-нибудь в этом роде, или волосы не покрыты, то можно сказать, что если не о Торе говоришь, а просто разговариваешь с ней, когда нужно говорить, да, пришел куда-то в офис, и часто многое зависит от того, чтобы правильно себя вести на интервью или еще как-то, если будешь отворачиваться и разговаривать к стене, повернувшись, то могут быть большие проблемы. Я уж не говорю о том, что это часто выглядит немножко как Хиллашен своего рода. Хотя, может, к Хиллашен действительно не относится, когда делаешь, как Халлаха требует, но здесь не очень видно, что Халлаха так требует. Поэтому, в общем, люди реально не очень это соблюдают, и мягкие в таких вещах, что если перед ним не скромно одетая женщина, не голая, конечно, но просто не полностью скромно одетая женщина, то разговаривают минимально то, что требуется, и смотрит, более-менее, примерно в ее сторону. Если у человека, например, слабое зрение, у него есть такой совет – снять очки. Да, ему совершенно нужны очки в этот момент. Чем меньше он видит, тем лучше. Вот, ну, он пишет, что рассматривать женщину, даже ее палец рассматривать в удовольствие нельзя, это строго запрещено, и нужно подальше держаться от всех видов запретных связей и близостей. И также то же самое относится к картинкам женщин, да, и запрещено даже где-то там смотреть на женскую одежду, которая висит, да, женщины повесили, скажем, свои там одежды сушиться, тоже нельзя рассматривать это. Это при условии, что он знает хозяев этих одежд. И когда разговаривает человек с близкими родственницами, типа сестры или мамы или дочки, то этих проблем нету обычно. Обычно считается, что ну, не будет никаких мыслей. Но, видимо, если они нескромно одеты, то это тоже будет относиться. И то, что он скажет, что дочку можно целовать и обнимать, это не значит, что дочке можно нескромно одеваться перед отцом. Никто не скажет, что дочка может голой стоять перед отцом, кроме совсем маленьких, да, там двухлетних девочек. То же самое, наверняка, и когда нескромная одежда, потому что нету в халахе разницы между полураздетой или почти полностью раздетой, поэтому наверняка девочка, если, допустим, уже сколько-то лет, тогда, когда могут быть плохие мысли, то неважно, что это его дочь или его мама, наверняка, они не могут нескромно одеваться перед сыном, перед отцом. Это понятно. Но, он говорит, а в случае, когда просто одета нормальная женщина, просто разговариваешь с ней, и там нет никакой проблемы, что мы не боимся, что он будет плохие мысли думать, когда он говорит и смотрит в лицо. А с другими женщинами нужно поменьше как бы. Он говорит, что не стоит человеку гулять на улице с женой или с дочкой, но сегодня, или с сестрой, да, сегодня это особенно не соблюдают. Только какие-то хасиды там, как он пишет, да, что не разговаривают на улице, чтобы не подумать, что с какой-то чужой женщиной не разговаривает. Это тамуде такое есть, но это вещи, которые уже давно как бы люди не так строги с такими вещами. Он еще обсуждает, чтобы не сидеть в автобусе или там где-то в машине рядом прямо с женщиной, особенно если касаешься, да, нужно стараться не садиться рядом, потому что в любом случае сделать все возможное, чтобы не коснуться. и в особенности, конечно, относятся, когда женщина еще не скромно одета. Вот. И говорит, если пришли, когда в автобус зашли старики или старухи, или беременная женщина, мне кажется, встать перед ними и выступить место. Кроме как, если он боится плохих мыслей. Я не очень понял, чего он именно боится. Можно иметь в виду, что в месте, где человек сидит, у него более скромно, чем если он встанет и выступит место, ему придется стоять там рядом с женщинами и нескромно. Может, о такой ситуации речи. Поэтому его собственная, так сказать, безопасность в духовном смысле отодвигает вниз и выступит место, если он это хочет сказать. Я не уверен. И запрещено ходить за женщиной тоже по этой причине, чтобы не было плохих мыслей. Да, у нас считается, это даже, кажется, пропускать мужчину вперед, а не наоборот. Не потому, что мы женщин дискриминируем или покажем, что они как бы второсортные, и пусть ходят сзади, как у некоторых арабов. А здесь причина совсем другая. И там вот где-то причина. Все из-за мыслей плохих. И стоит вам говорить, что если человек видит, что женщина прямо перед ним идет, то как-то ее обогнать постараться. И, конечно, смотреть вниз, не рассматривать. Вообще во многих случаях в автобусах и в таких местах нет возможности все сделать как положено и делаешь максимально, чтобы, в основном, не получать удовольствие от запрещенных женщин. Вот. И если есть возможность ездить, конечно, в еврейских автобусах или не ездить, сейчас пик, да, ситуация попадает, чтобы не стоять прямо в толпе женщин в автобусе, то нужно так сделать. И все это относится также с... У мальчика начинает 9 лет, нужно всему этому обучать. И говорит, что насчет слепого может он идти за женщиной, ездить в спут. И еще он одну главу посвящает тому, чтобы не ходили мужчины между женщинами и женщины между мужчинами. Это когда-то было своего рода суеверие, там вот это упоминает, и может это было связано тоже с Херхурием в том числе, чтобы не было мыслей плохих. Вот. Но сегодня не всегда можно спастись от этого, и говорят, что если что-то держишь в руке, то это тоже помогает. И на этом заканчивается весь наш урок по законам Ихуда. На этом заканчивается его книга. В конце, как мы говорили, в основном уже сегодня мы изучали не Ихуда законы, а другие законы похожие. И урок посвящался для рифуа шлемы для слаха бихолевиши и айса бацона.